Игнатий Тихонович, Христос Воскресе! Во истину Воскресе! Вам видно? Я так рада вас видеть, да! Слава Христу! Слава Иисусу Христу! Слава! Во веке слава! Отец Игнатий, скажите, я хочу вас поблагодарить, большое вам спасибо! Я не знаю, что вы для меня сделали, ваши проповеди родили меня словно! Я так горю, я не знаю, как вам передать, я целый день так горела, горела, горела! Все-таки я позвонила вам, сейчас у моего мужа нет дома, и дети у меня спят! Как раз для меня это время всегда, вот это вот полуночь! Полуночь у меня для Бога ночь! У меня день, у меня день, как говорится, в миру, а ночь у меня в Боге! Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, вот у меня было покаяние, я покаялась, я осознала, я могу даже вас свидетельствовать это! Да, точно так же, как и вы, что я родилась вот в Германии, в Шлозной хаусе, улица Эрнойштрассе, 25, здесь, вот в этом доме, вот у меня пришло покаяние именно в Германии, было это 2016 года, сейчас 2017 год! Но вот это вот рождение, оно началось вот именно сейчас, оно именно после покаяния ко мне пришло, вот это, оно Евангелие, то, что я читала, вот именно началось вот это духовное рождение, это Евангелие от Луки и Иоанна! У меня Евангелие от Матфея и от Марка, я его словно не видела, но сейчас я всё вижу там! И всё, что, и всё, что там написано, оно всё во мне живёт, я хочу всем сказать! Говори, я сейчас подвину, говори, сейчас я рядышком, говори, говори! Игнатий Тихонович, вот у меня, у меня уже вот это вот благовестие, вы знаете, я на кого похожа в Евангелии? На ту самарянку, на ту женщину, которая пришла к Иисусу Христу, я омыла слезами ноги его и волосами утерла! Вот именно, я именно на неё и похожа! Ладно, так, что у вас на лето-то как там? Я не знаю как, я знаете, я как нищий духом, у меня ничего нету, ну и денег нету, и собирать ничего нету! Но мне кажется, что с детьми я могу, я просто видела это, что я приеду к вам с детьми, и может быть так, что я там останусь! Сколько у вас ребятишек-то? У меня трое детей! Трое детей! Вопрос только самый главный, муж, он как будет реагировать? Вы знаете, он такое ощущение, он как будто боится, с ним такие вещи происходят, но я верю, что он обратится, потому что я видела, у меня, у меня ещё 10 лет назад, до того времени, у меня ещё не было ни мужа, ни детей, но я знала, что у меня будет муж ещё с детства, ещё с детства мусульманин, ну как бы мусульманин, но он не живёт по Корану, и что он говорит на арабском языке, и что у меня будут трое детей, девочки и мальчик, и что он именно обратится через меня! Так, слушай, а тебя выпустят оттуда с ребятишками, это без его документа, без справки, что он разрешает вам? Нет, 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 чтобы мне приехать в Россию, мне нужно, чтобы он оформил на детей согласие, что он меня отпускает, потому что дети написаны, нет, ну я молюсь, но он знает, что я это хочу, я уже точно, вот я сказала, вот сейчас в августе у детей, когда будут каникулы, он должен отпустить меня, и если он не отпустит меня, то мне, наверное, я сама пойду, потому что у меня есть, у меня прям зов побуждает, у нас здесь есть приход, куда я пришла, в Германию, вот священники, вот Андрей Ткачков, вот Владимир Головин, я слушала его, вот эти люди, в их словах я слышала, как будто Бог обращается именно ко мне, потом вы мне сказали, но до этого и Евангелие мне сказало, и я это все слышу, вот ваши проповеди, то, что вы говорили еще в 2015 году, в 2016, я вот, я вот, они у меня сами открываются, я не успеваю их просматривать, но то, что именно, главное, мне надо, оно само идет, вот вы их говорите мне, именно мне, 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 вы не говорите, я именно слышу голос вас, вы слышите меня? Конечно. Вы знаете, вот, я даже видела, когда вот у меня было видео, там кто-то у вас спросил, Игнатий Тихонович, расскажите, пожалуйста, а как вы летаете? Вот, вы говорите, действительно, я летаю, а ведь я тоже летала, и я летаю, вот у сердца есть крылья, но они духовные, и есть ноги духовные, вот, которые ходят, я понимаю, что ноги, только для благословования, вот, я верю, что, как вы, вот, вы сказали, вот, человек не может родиться, он долго у него, это рождение, да, оно, оно должно сразу идти, оно должно, уста, уста, они все, они только, у меня нет ничего, у меня уже ничего не осталось, у меня только Евангелие здесь, хотя у меня нет ни образования, ничего, но у меня есть дар языков, у меня есть, я могу толковать, я даже не знаю, откуда оно, но вот я читаю Библию без толкования, даже без ваших, я уже, до того, когда вот Сергей Пупков прочитает, я уже знаю ответ, до того, когда вы скажете, вот, мое зрение, с вашим зрением, оно, оно совпадает, и оно, вы знаете, мне, вот, мне хочется, вот, приехать по терявку, и снова ваши видео-вопросы, сесть рядом, еще раз просмотреть, еще раз дополнить, все-таки бытие, бытие именно, вот, Ветхого Завета, оно не все, не все открыто, так как я, я знаю, я видела много здесь народов, наций, племен, как они живут, чем они питаются, что, во что они верят, я вот, я искала, вот, с детства, у меня было вот это побуждение, оно всегда, Господь, вот это вот, кто может назвать Бога? Абва, Отче, а вот мои уста говорили, кто может Сын Бога Живаго назвать, только Дух Святой, у меня с детства, я не могла молиться при Святой Богородице, Святым, у меня с детства только Иисус Христос, Иисус Абва, Кафис, все Иисус, но я не знала только, что Он умер за мои грехи, что Он есть Искупитель, вот это я не знала только, так, а все, оно, это самое, все Слово Божие, оно живет во мне, оно, я хочу всем рассказать, всем рассказать обо мне, о своем покаянии, о всем, 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 но первое слово, я должна прийти сюда, к священнику Сергию, который, он тоже мне подтолкнул, Ну, а знаешь, когда крещение-то нынче будет, 9 июля? 9 июня, да Июля, ля, ля Июля, да Не июня, июня 10, как раз мне день рождения, июня, мне день рождения, и в это время, как сапало, мы заезжали в лагерь, нынче будет уже не в кельях, которые там у нас были сделаны, как слово лагерь мы устранили, его вообще ликвидировал, теперь купили мы домики, до дома, и в Потеряевке теперь у Никиты есть дом, и у Володи-то, и там все подготавливаем, чтобы принимать туда людей, на лето, которые приезжают, у нас есть куда принять, есть А если нас совсем принять? Вот если я приеду с тем, не готовы меня принимать? Сегодня же премиум Я готова любую работу делать, хоть корону я хочу Любую, будешь делать, готовить будешь, с ребятишками, нам как раз В общем, давай думай, с нашей стороны ничего нет, Наталья, мы готовы Вот, тем более мы уже знаем друг друга, помолись, хорошо У тебя там знакомый священник был, где-то исповедовалась? Да, вот он Ты обязательно с ним побеседуй, поговори, тебе два вопроса С мужем, это главнейший вопрос будет А остальное, у тебя там что, средств нету? Ты позвони этой Валентине-то, с Артисон Ты с ней переписывалась? Нет, я с ней не переписывалась Я вам послала, но вы мне ничего не это самое Но ты звонить ей можешь? Да, я смогу позвонить От меня передай ей, чтобы она попросила, то есть она помогла тебе каким-то образом Как можно? Чем? Скажи, если что, тебе это ущерб будет, она сюда приезжает, родина ее здесь Мы здесь рассчитаемся с ней Потому для выезда вам нужны не рубли будут Рубли это уже на территории России Да, да Здесь есть, Игнатий Тихонов, здесь есть самолеты, которые можно найти даже за 100-200 евро, то есть в любой конец мира Ну да, ну надо как можно все дешевле делать Ни у кого ничего нету Это самое дешевое Автобусы это очень далеко С детьми я не смогу поехать Послушай внимательно сейчас Сейчас, подожди маленько Значит, с Валентиной с Артисон, начиная созваниваться, время уже идет май У тебя телефон-то есть же ее? Телефона нету Все, телефона нету? Нет, вы мне ничего не дали Я не дал, я думал, что вы с ней сошлись Я видела ее, просматривала видео И те женщины, которые у нее были, я видела и вас в Греции Так, значит, вот что Зайди к ней в мой мир Валентина с Артисон С Артисон В моем мире-то К ней зайди и скажи Давай по скайпу поговорим Она в скайпе, наверное, тоже работает Да, я поняла Ну вот так Выходи с ней и потом сразу на меня выходи Значит, с нашей стороны уже ничего не требуется Мы теперь будем молиться усердно Богу Чтобы Господь усмотрел Я думаю, главное препятствие будет муж Вы ему скажите Скажи, ты туда сильно взор-то не крути Скажи, где Христа нету Ты смотри сюда Он не курит или курит? В нем такой есть сильный дух Он Он Я это знаю Вот у него две части, понимаете? Когда он уже сам осознает, приходит его ум И когда дух вот этот злой В нем начинает Вот только его тронешь, заденешь Там за больное и все Он может Я не знаю Но руки у него связаны Он не может меня бить Ну, в общем так Молись об этом Бог усмотрит В житиях святых есть такие Такие были, которые не знали, что делать И вот у нее была там, ну, знаем, даже Анастасия Уза-решительница И муж все, заблокировал ее счета Нет, я читала А Господь Через Хрисогона Ее Пресвитера, который был в тюрьме Он сказал Бог усмотрит Как говорится На нашей улице праздник будет И вот Он поехал в командировку И утонул Утонул И ее счета Разблокировали И она начала помогать Тем, которые в вузах находятся Она была Христианка настоящая Так что здесь Вариантов много Или он покается Обратится Господь коснется его Ну, как Я знаю, что у Бога столько средств О которых мы никогда не узнаем до конца Игнатий Тихонович А вы знаете Его мирское имя Мухаммад Он здесь Крестился То есть У него умочение Но у него есть мера помазания Даже если он верует Ему только нужно погружение и покаяние Ну, да У него отчество Захарий И фамилия Моисей Ой-ой-ой Он не простой человек Это все, ладно Перед Богом уже Я запоминать не буду Так, значит О нем молиться надо Хрестили Не хрестили А как так? Помазали Не хрестили Почему так получилось? Ну, у нас нету там Здесь в Германии В храме, который служит Это был католический храм И один католический священник Он отдал Он по документам Передал этот храм Православному Нашему Ну, да Понятно Он приехал 25 лет назад Ну, в общем Давай просто Теперь нам уже Нужно разделить по частям А то у меня сейчас Выход в интернет У меня Утренняя молитва Ты видела, что у нас Утренняя молитва? Да-да Я видела А что ты не присоединяешься? Я не могу У меня У меня же ребенок Ему три месяца Он постоянно Все, ладно Ладно, ладно Главное, что знаешь Значит Что интересно еще Я встал сегодня Раньше обычно Обычно поставлю Я с интернетом разделаюсь А тут Ко мне сейчас будут звонить Я на контроле держу У меня Стационарный телефон С Потеряевки Никита звонит В 4.40 По этому телефону А жена Через стенку Стучит палочкой У меня Три разные формы Чтобы я не Не проспал Потому что Ночью встаю Работаю А потом ложусь А сегодня Думаю Ложиться уже не буду Как будто кто-то ждет А вот ты и есть А я вас ждала Вы знаете Я много раз Хотела вам позвонить Но все-таки Что-то меня держало Не надо Я вчера занят был Я всегда умею ждать Вчера ко мне Все Америка звонила Разные люди И вчера Что интересно Вот Тоже интересно Это День назад Один человек и говорит Притом кажется Женщина И говорит Вот вас опять не будет Сейчас До октября месяца А почему так мало Бесед Вот эти вопросы Ответы Мало Ага Это она приняла Крещение Казашка Ты видела Рахим Райхан А она и говорит Ну а как я возьму Если мне не звонят Я занимаюсь Выхожу там В огороде Или где там Только сказала она И как будто Двери кто открыл Один из Америки Второй Я сказал Теперь только через две недели звонить А он вчера Второй раз опять пришел И оба они Которые По-еврейски все Склонные к евреям То есть Новый Завет Каким-то боком А на самом деле никак Ну я поговорил И с одним вышла женщина Такая Невоздержанная Я сказал Убери ее отсюда Она совершенно ведет себя Ненормально-то Он ее отключил Маленький Пойдя еще зашел Вечером еще один приходит А тут вот она И ты подкатилась У меня как будто Кто двери открыл Я гостей Гостей только Успеваю встречать Дверь открываю Геннадий Тихонович Я как его У меня ночь Работа Молитва А самое главное Я люблю делать земные поклоны Я с детства Я как маленький ребенок Я даже не знала молиться Но я Я всегда говорила Господи Господи Господь Я всегда плакала Меня всегда гнали Обзывали Говорит Господи Господи Издевались надо мной Я же ходила тоже Я же пела когда-то В хоре Я молила Бога Чтобы Я психовала Я не могла читать Эти молитвы Вот русско-славянские Теперь я все понимаю Так Теперь Канон Андрея Крискова Я когда его первый раз читала Вот у меня пришло покаяние Я канон Андрея Крисова За два часа прочитала Я даже не верю своим ушам За два с половиной часа Я его прочитала Он для меня написан Я приняла его все Как там Псалмы Давидовы Они для меня написаны Как будто я Я вопию Бог Вот Что надо мной Вот темные тучи А я не могу А вы знаете как У меня сейчас Это все отпало У меня был Такой грех Он меня мучил Мучил С рождения Вот я могу сказать С утра бы матери Он меня мучил И именно с рождения Этот грех Вот Мне нужно обязательно Увидеть свою мать И засвидетельствовать Очень многие люди Есть люди Которые я звонила В Молдавии Вчера я нашла Вот эту вот женщину Которой я жила Тоже Я ее номер телефона Даже вспомнила И у меня был код Я ее позвонила И она только Говорит Я только зашла в дом И я ей позвоню Я говорю Она даже знает Мое имя и фамилию Она говорит Я столько лет Говорит Десять лет Уже прошло сколько Двенадцать Двенадцать лет Говорит Я так ждала тебя Говорит Я так искала Говорит Что с тобой Где с тобой И тут ты мне говоришь А она знаете Что у нее У нее все Вот это монашеское Все ее квартиры Одни монахи Вот Я сразу поняла Вот Как будто я не знаю Что Я прошла у нее Только три месяца На третий месяц Вот эта цифра три Она имеет большую силу На третий месяц Меня словно Обрезало оттуда То есть Меня словно обрезало И я поехала сюда За границу В Грецию А у нас Вот что сейчас В школе Учащихся не хватает Могут в школу Учителя Тогда я думала Именно про свои дети Вот А мы об этом Сейчас стали молиться Я просто молюсь Об этом Господи Пришли нам жителей Добрых Послушных У которых дети Чтобы школу сохранить А открыть ее Будет очень трудно И сейчас нужно Хотя бы ребятишек Я тоже молилась Ребятишек 5-6 И вот об этом Мы говорим сейчас И вот ты звонишь Может быть Это и не случайно Если случится Что ты останешься здесь Ну это ответ Боже будем Игнатий Тихонович У меня такие дети Вы их очень полюбите Они У меня Александра Она родилась День Святой Троицы Я не знала Я рожала ее И так Это Она Мне мама звонит Она поздравляет меня Сначала не с родами Она знает Что я верующая Что я хожу в храм Постоянно ее ругаю Она говорит Сегодня День Святой Троицы Для меня Не столько было радостно Что у меня родилась дочка Сколько она мне сказала Что у меня праздник День Святой Троицы То есть дочка моя Родилась она в этом Я вам говорила У нее Здесь Белых три пятна Из этого три пятна Растут белые такие волосы Как дорога А потом Я попросила у Бога Что Бог дал ей сестру Ну как она сама будет Все-таки нужна девочка И назвала я ее Анна В честь присвоить Пресвятой Матери Девы Марии Анна А потом Вы меня Надоумили Вот я Я спрашивала вам Что означает имя Захария А потом Я же вспомнила Я же читала Евангелие от Луки Я же обратилась А там Бог со мной говорил А Захария Это означает Что Покой Божий То есть Тот кто Исполняет Весь закон Божий Вот у меня есть Александра Защитница Анна Благодать И Захарий То есть Послушник То есть Исполняющий Закон Божий Он Я верю Что дети мои Они избранные Сосуды Духа Святого Духа Святого Что они Непростые дети Я вижу В них У меня Наталья Я только скажу вам Осталось 8 минут Нам говорить 8 Как сейчас начнутся Звонки меня будут Ты успевай Самое главное Сказать Давай Потом Я самое главное говорю Игнатий Тихонович Вот у меня Захарий Он не родился Он Когда я читаю Псалон 118 Он постоянно плачет Мне приходится Его держать на руках И вместе с ним Он молится И он засыпает А я молюсь Я утреннюю молитву читаю Опять он начинает плакать Мне опять Его надо брать С собой Я читаю Царю небесного Тешителя Пою А он так радуется Он как будто Со мной молится Он так Ау 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 Вот так вот И смеется И смотрит меня Он с рождения Говорит мне Мама Мама Он когда муж Читает Библию Евангелие Он всегда Дети мои Возле меня Они бегут Ко мне сразу У меня вчера Была такая радость Дети мои Говорят Мама Чего ты улыбаешься Я говорю Бог услышал меня Бог услышал меня И вы знаете Я читала вчера Когда Псалмой Давида И всегда Вот оно у меня Уже пришло Это на выставе Из вашей проповеди А во очи То есть А во очи Это у меня Оно само было Оно жило во мне Вот я вспомнила это Так И благословен Господь Бог Крядущий на облаках Во славе своей У тебя далеко Ручка Ручка Наталья Далеко у тебя Карандаш Запиши Пророк Исаия 13 глава 14 стих Ты его просто Заучи один стих Наизусть А что там написано Я могу его уже знать Тогда каждый Как преследуемая серна Это дикая коза И как Вернется И тогда каждый Как преследуемая серна И как покинутые овцы Обратиться к народу своему И каждый побежит В землю свою Да Да Я только что хотела Вам это сказать Я давно вам хотела сказать У меня русская душа Вот я Я знаю Что я вернусь в Россию И там умру Вот именно на той земле На русской земле Я даже мужу моему говорю Я говорю Мои дети Я умру На русской земле Чтобы ты знал Наверное Поэтому он боится Ты помни следующее Допустим У нас богатых-то нет людей Но Относительно воспитания детей Я знаю Многие места проехать Лучше нашего места Трудно найти Все верующие Все православные Свой храм За детьми Где бы они ни были Каждый наблюдает Понимаешь Экологически Абсолютно чистое место Никаких промышленных предприятий Ближе 150 километров нету Слава Богу Что ничего нету Вот именно так Земля Земля плодородная Прекрасная вода Близко Ну и ясное дело Голодные У нас никто не ложится спать Богатства нету Но мы все сыты И это считается Достаточно для человека То есть Никто из наших Не замерзает У нас есть такой Гнев такой Что у меня дети Даже не кушают Я не кушаю Они не кушают И муж не кушает Я готовлю А мне приходится Мусор это выкидывать А у меня сердце болезет Это все Приходит мне с неба Можно сказать А мне нужно выбрасывать Эту вот эту вот пищу Никто не едет Муж идет кушать на улице Он уже ко мне не прикасается Он Он Меня Не говорит что покушать уже Что я ему пришел Все ест А ты Ты за него молишься Как называешь его в молитве Мужа Александр Александр да Да Александр Да Игнатий Тихонович Это он меня побудил Я через него Вот у меня Вот это вот огонь К Богу пришел Он даже не знает Он ведет Он даже не верующий Но он делает крестное знамя Для них даже никто Так не делает Даже не патриар Кирилл Никто Так в общем Давай Думай об этом Осталось 4 минуты Нам говорить Молись Молись Чтобы Господь Мужа Тронул сердце его Ты с ним будь ласковой Смотри не на груби ему никак Если даже Уедешь И его не будет Может навсегда Или как Чтобы у вас были Хорошие отношения Не было препятствий В молитвах Нет Нет Я наоборот Я считаю Пред Богом Что он мой муж Даже если я уеду Все равно Он мой муж Я верю Не так Что я только отошла И вчера мне одна звонит Хороший разговор был такой Она лежит Топщится как-то Я говорю Ты говори то что можно Оказывается Ее там полюбил какой-то Сама-то она тоже больная В другом городе Там далеко Вот Но она Муж оказался Намного моложе ее И он ушел К ее дочери Да Это откуда она звонила С какой страны Из нашей Из русской страны Я уж не буду даже город называть Я вчера с ней поговорил Она тоже Ребенок у нее остался От него Я говорю Ты только поласковый как Может там ничего и нету Ну надо просто Смотреть вперед И тоже она просится В лагере Нет Игнатий Тихонович Ей нужно бежать оттуда Это бездна Это бездна Она еще не знает Что это такое Это бездна Это от ее Ее ребенок Он уже в этом блуду Он родился У нее есть утробы Это страшно Он не только ее не может полюбить Это все Это блуд Это блуд Самый настоящий Я сама была Он держал меня Капинцы нужно было ставить Только один Бог видит Как я ездила домой Я знаю Что у меня дети Там Что они ждут меня Мне нужно их довести до неба У меня только это У меня только сила Божия Вот она меня родила Она жила себе Если ты так стремишься И у тебя будут какие-то неурядицы Если Бог благословит Муж отпустит И будет хорошо Ты не будешь раскаиваться Если будет что-то не по-твоему Нет 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 Потому что все Что по-нашему было Мы даже не знаем Надо ли что по-нашему Бог через что-то нас перетирает Где-то не так Чтобы мы смирялись Бывает сосед там Или курица Соседняя зашла И человек из ничего У нас был один такой Индюки зашли Он Индюка ударил Убил соседа И обратно пришел И бросил его Индюк зашел Я знаю это Я жила такая Я знаю Я жила в России Я жила в Сибири Я знаю этих людей Я жила в Молдавии В деревне Я знаю этих людей Я жила с мусульманами С язытами Кстати у вас там видео было Как одна девушка Язытка обратилась Да Вы знаете языты Какие они очень страшные У меня был здесь Конфликт Мой муж Ож дрался с ним Чуть ли не на ножах Он был Как два льва Которые Дерутся за добычу То есть за меня Они дерутся Это я не знаю Сейчас звонки Ко мне начнутся Ты прослушаешь Вот слышно? Да, да Пусть они подожду Это Никита звонит Никита Первый за кого я молюсь Это за Никиту Я не открываю Чтобы деньги не высчитали Это он меня будет Чтобы я встал Ничего Он подождет Сейчас будет стационар звонить И сразу мы закончим Давай Значит ты Ты сейчас будешь отдыхать Спать ляжешь? Нет У меня еще вечерняя молитва Я хочу считать Так, через сколько ты будешь Через сколько ты будешь свободна? Я освобожусь Часа через три Если можешь Нужно будет Зайди Часа через три Если мой муж не придет Через три часа То я позвоню Через два с половиной даже Можешь Да, да Через два То есть это у нас Это в три часа по-нашему Ну да Я буду Мы сейчас будет Общественная молитва будет Я буду События дня Ролик делаю Каждое утро Да, да, да Одиннадцать тридцать Вот так посмотри Вы знаете А я с детства любила голубей Как вы Вы знаете Они всегда крещали Имя мое везде Наташка 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 Я даже маме говорю Сестре говорю Вот они звали меня То есть птицы Они везде поют Дети мои тоже слышат Они везде Они так радуют меня Я как-то слышу Когда голубь поет Вот это вот Ку-ку Послушай Послушай Наташа У нас близкий человек был Воспитательница в лагере Тринадцать или четырнадцать лет Наталья И она Вышла замуж в Америку И у ней трое ребятишек И на ее место Может быть Наталья С тремя ребятишками Которые тоже С другого конца Света подледят Да-да Вы знаете Матя Тихоныч Я помню первое видео Которое вы говорили Вот Наталья Наташа Пока я тебе не вижу Слышишь? Нет? Звонят Да-да А сейчас? Сейчас тебя отвечают Христос Кстати я посмотрела Да-да-да До того интересно Сейчас будет у нас Молитва общая Вы знаете А если нет А если нет Я не знаю Совет не могу дать Потому что Знаете Тихонович Он хороший человек Он если работает Он работает как ешак А если он не работает Он только спит Все Наташа Две минуты осталось С Богом Отпусти меня Ну все Слава Иисусу Христу Все с Богом Отпусти вас Все Отключай Отключай меня Всем привет Аллилуйя Ну через баспорт Можешь зайти Все потом Давай